всем привет очередное видео сегодня начало октября есть такие вопросы обворовывают семьи разграбили семью что делать если у вас разграбили семью в первую очередь вы должны определить по какой причине вас разграбили семью вот посмотрите сюда внимательно тут у меня дырка была я ее заклеил этот корпус а вот смотрите пчела вылазит сюда направо вот тела вылазит про oryl корпус ведь эти про они я посмотрите вот семью могли ограбить но эта семья мне сильно они июня 0 вот но этот корпус надо заменить иначе если вы внимательно не будете смотреть видите вот он уже весь про него тут вот посмотрите вот посмотрите сюда люди вроде под краской все стоит, а оно все прогнило. Что делать? Надо поставить другой корпус, этот снять и отремонтировать. Вырезать вот здесь, вот. Вырезать здесь. Ну, короче, вот эту полосочку вырезать. Вот. И вставить до сечки. Видите, пчелы вылетают? Видите? Вот. Итак, эти вопросы надо внимательно просмотреть все ваши уля. Если у вас улек лежак, тоже проверьте. Может, где-то прогнило. Где-то прогрызли. Если вы это упустите, семью обязательно разграбят. У меня одну семью разграбили. Поэтому если у вас разграбили семью, там... Это другие пчелы залазят? Нет, это свои хозяева тут живут. Они как грабят? Грабят, как чужие пролетают, залазят через это отверстие, высасывают мед и убивают матку. Чужие пчелы? Чужие с другой семьи. А есть такое дикие пчелы, чтобы залезать? Ну, диких в основном мало, а в основном свои, местные, грабят. И вся семью, как говорится... Вот, посмотри, с этой стороны. Они там... С той стороны, с той стороны. С той стороны литка. Сюда, сюда, сюда. Зайди. Надо обойти вокруг. Вот. Семья нормальная. Эта семья... Пчелы есть тут, все сильно, нормально сидят. Никто их не грабит. Но ее могут ограбить, потому что это осень, и воровки лазают везде. Поэтому... Да, 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 да. Вот тут вот, это корпус нил. Поэтому, при всем желании, надо его заменить. Сейчас мы вот это сделаем, друзья. Делается это вот так. А чем заменить, друзья? Обратите внимание сюда. Вот у меня один корпус был то же самое. Подгнивший. Пришлось вырезать вот так полоску. Другую речку набил с этого. По центру прибил гвоздь. И с боку гвоздь. Все. Гнилье подправилось. Вот. С этой стороны у меня тоже выгнило. Угол выгнил. Я его угол отрезал. Прибил дощечечку сюда вот. И вот так подпилил. Дощечка на конус идет. Вот. Поэтому, если у вас что-то случилось, и вы не знаете, как сделать, вот, пожалуйста, вы можете вот таким образом сделать. Потом вы можете этим корпусом заменить. Что мы делаем сейчас? Обратите внимание. Открываем. Смотрим, что у нас тут творится. Ага. Пчелы на месте. Никто их не разграбил. Поэтому мы заменяем корпус. Вот. Ставим это сейчас отдельно временно на низ. Какой у нас корпус заменить? Вот этот верхний заменить корпус надо. Значит, что делать нам надо? Нам надо переставлять рамки. Раз переставлять рамки надо, то нам надо подымить. Основная семья находится в первом корпусе. На втором этаже это просто рамки для хранения, как говорится. Там, где существует пчелу, не заводится моль. Если вы отставите этот корпус в сторону, то, естественно, вы заметите, что в этом корпусе заведется много моли. Если у вас ограбили семью, оборовали, и вы вовремя не заглянули, то в итоге вы получите, знаете что? Полный корпус моли. И скажете, что делать с этими рамками, их перетапливать. Поэтому будьте внимательны, по осени осматривайте семья каждый день. Если оборовали семью, постарайтесь лишний корпус, допустим, тут раз, два, три корпуса. Расставьте на те семьи, где у вас по одному корпусу, или по два. Пчелы еще за теплую погоду почистят всю моль. Те рамки, которые у вас еще пригодны, вы определите, а те рамки, которые сильно поела моль, поставите на перетопку. Итак, друзья, значит, что мы определяем сейчас? Смотрим, как устроена семья, в первую очередь. Вот. Обратите внимание, друзья, семья у меня здесь нормальная. Вот, посмотрите, запасы меда есть. Вот запас меда с этой, с этой, с этой, с этой. Но сейчас у меня не эта цель. Матка в клеточке сидит. Вот, все нормально, пчелы не злятся, значит, все хорошо. Оставляем пока временно, но на сегодня цель не эта. Сегодня цель у нас проверить состояние улья. Корпуса целые. Кажется, целый нигде не прогнился. Ставим на место. Вот. Сколько лет обычно корпусу? В Америке предлагают, что на 15 лет советую поставить навес над вашей пасекой. Если у вас стоит навес над пасекой, ваши корпуса будут служить дольше. Если у вас не стоит навес над вашей пасекой, они изгниют, ну, приблизительно 7-8 лет. Ну, в Америке говорят, это в США, говорят так, ну, на 15 лет из расчета. Ну, это неправда, конечно. Брехня говорят по-украински. Вот. Так что вот сейчас вот мы поставим сюда отремонтированный корпус. Проблемы не будет. Вот. Постараемся его вот так поставить, этой стороной. Вот. Чтобы вот так было. И переставим рамочки. Если этого мы не сделаем, то, конечно, в итоге к весне мы обнаружим, что у нас все рамочки пустые и погрызены тем самым морею. И в итоге вы потеряете нормальные 10 рамочек. Видите, нормальные, хорошие соты под засел. И зачем нам такая песня, если мы потеряем эти рамочки? То нам они еще пригодятся. Экономия меда, пчел, работы воска. Вот, пожалуйста, все качественные рамочки хорошие еще. Значит, эту семью еще не обворовали. Она еще вела себя культурно. В смысле, смогла защищаться. Вот, пожалуйста, нормальная рамочка. Ставим. Это в пределах разумного рамочки. Их нельзя допустить для того, чтобы их обворовали. В смысле, моль побила. Видите, наверху лазают пчелы. Они постоянно, это пчелы те, которые проверяют, прощищают. Если случайно какая-то моль залезла сюда, через отверстие, и положила яичко, они это яичко уничтожат. До самой теплой погоды, до самых морозов, пока теплая погода, вы будете иметь чистые рамочки. Вот, пожалуйста. Вовремя надо пройти, посмотреть осенью все щели. Ну, кто-то берет, заклеивает лентой. Вот, смотрите, где пчелы, тут и старались, как говорится, порядок навести. Вот здесь, видите, подгнило тоже, сверху. Это, значит, вырезать надо, вот эту полосочку. Нет, нет, сейчас я их подниму. Полозочку, значит, у нас сверху вырезать полозочку. С этого края вырезать, это все подгнило. Смотрите, видите, вся сторона сгнила, вырезать надо. Значит, надо ее подремонтировать. Или покупать новый корпус. Но если у вас денег много, и вы способны купить новый корпус, то, пожалуйста, обычно это легче подремонтировать, и вы будете иметь успех. Итак, с этой вещью мы закончили. Сейчас поясняю дальше. Итак, вашу семью обворовали. Что делать? Вот, вы потеряли семью. На вашей пасеке, к примеру, семь семей. Вот, одну семью обворовали. Ваши пчелы из одной семьи рассортировались в другие семьи. Если у вас матки сеют, и вы открыли расплодное гнездо, и смотрите там 5 рамок расплоду, и посмотрели у вас по 5 рамок расплоду, вот, то вы можете запросто сделать еще одну семью. При наличии, что вы умеете выводить поздних маток, или у вас в запасе есть нуклеус с запасными матками. Всегда до осени вы должны уметь держать одну, две, три, может, четыре, пять запасных маток. Если к зиме все у вас нормально, даже если они пропадут, у вас небольшая проблема. Но зато у вас есть запас, вы скорректировались, вот, отставляйте по одной рамке печатной с расплодом и с медом, уже в заготовленном зиму, в отдельный корпус. С одной семьи, со второй, с третьей, с третьей, с четвертой, пять, шесть семей у вас. Пять рамок вы поставили. Для тех семей, в которых вы забрали по одной рамке, это не проблема. Они спокойно перезимуют, они не будут максимально сильными, но будут нормальными семьями. Пять рамок отставили, допускаете туда запасную матку, на два дня в клеточке, через два дня выпускаете и задаете еще корму, все нормально. Желательно отвезти на другой участок, потому что на этом участке пчелы привыкли к свой дом, они могут больше слететь. Чтобы у вас сохранилось больше пчелы, оставляете пять, шесть рамок в следующую семейку. И таким образом вы можете восстановить ограбленную семью. Итак, друзья, задавайте вопросы, ставьте лайки, подписывайтесь. Если есть еще что у вас сказать, пожалуйста, ждем ваших вопросов. Удачи, до встречи.